Директору народных училищ Симбирской губернии, талантливому педагогу-просветителю, новатору Илье Николаевичу Ульянову исполнился 191 год со дня рождения. Его имя мы обычно связываем с именем сына Владимира Ульянова-Ленина, вождя мирового пролетариата и главы Первого социалистического государства. Но вклад самого Ильи Николаевича в образование и развитие нашего региона огромен. У нас работает выставка «Известен всей России», на которой представлен Илья Николаевич в разных ипостасях. И как талантливый педагог, просветитель, организатор, можно увидеть результаты его большой и очень плодотворной деятельности по развитию народного образования нашего края. Ведь он вывел нашу Симбирскую губернию на одно из первых мест по уровню образования в России, открыв более 250 школ. Конечно, один Илья Николаевич вряд ли бы достиг таких результатов. Несколько стендов выставки посвящены его соратникам и единомышленникам. Среди них известный чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев и мировой судья, писатель, попечитель народных училищ Валериан Никонорович Назарьев. На выставке можно увидеть материалы, рассказывающие о взаимоотношениях семьи Ульяновых и семьи Керенских. Как известно, Фёдор Михайлович Керенский был директором мужской и женской Симбирской гимназии и отцом Александра Керенского, главы Временного правительства в годы Первой революции. По работе Керенский часто встречался с Ильёй Николаевичем. В праздничные дни семья Керенских наносила визиты Ульяновым. Уже несколько лет у нас осуществляется такой традиционный проект «Бенефис одного экспоната». И вот сегодня в рамках этого проекта мы представляем уникальный экспонат. Это подлинную разносную книгу извещений Карамзинской общественной библиотеки. И Илья Николаевич Ульянов тоже в течение девяти лет входил в комитет Карамзинской общественной библиотеки. Так вот, накануне заседания секретарь обходил всех членов комитета, и они расписывались в этой книге извещений. В разносной книге 15 подлинных автографов Ильи Николаевича Ульянова. Также в ней есть подписи Николая Михайловича Языкова, председателя комитета библиотеки поэта Дрога Пушкина. Уникальные автографы можно было увидеть только в течение одного дня. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.